Завершил свою работу 17-й съезд коммунистической партии Российской Федерации и избранные на съезде члены Центрального комитета, члены Центральной контрольно-ревизионной комиссии провели свои первые организационные пленумы. На пленуме Центрального комитета председателем ЦК вновь избран Геннадий Андреевич Зюганов. Количество заместителей осталось прежним. Первым заместителем избран Иван Иванович Мельников. В составе заместителей произошли некоторые изменения. Я представляю в новом качестве хорошо всем известного Юрия Читовича Афонина. Он избран заместителем председателя Центрального комитета, заместителями избраны Владимир Иванович Кашин и Новиков Дмитрий Георгиевич. Расширился состав президиума и секретариата Центрального комитета, в том числе за счет тех молодых политиков Компартии Российской Федерации, которые в этом качестве состоялись за последний период деятельности. Андрей Евгеньевич Клычков, который уже был членом президиума Центрального комитета, теперь будет являться также секретарем ЦК партии. Присутствующие здесь Мария Дробот и Владимир Исаков, избранные секретарем Центрального комитета партии. Георгий Камнев избран членом президиума Центрального комитета. Многим нашим товарищам, которые до этого работали в составе ЦК, в составе президиума и секретариата, доверенно продолжат эту работу. У нас в прежнем составе президиума Центрального комитета работал Левченко, нынешний губернатор Аркутской области Сергей Георгиевич Левченко. И сейчас в состав президиума также введен Анатолий Евгеньевич Локоть, который является мэром крупнейшего муниципального образования России города Новосибирск. Контрольную ревизионную комиссию, как и в прошлом созыве, возглавил Николай Николаевич Иванов, депутат Государственной Думы и первый секретарь Курского областного комитета КПР. Субтитры создавал DimaTorzok